Вандалы, негодяи ломают лавки, урны и так далее. Все эти моменты необходимо при выявлении таковых пресекать. К разводу стражи порядка на площади перед муниципалитетом горожане уже привыкли. Каждую неделю в 8 часов вечера полицейские наряды, усиленные казаками добровольно-народной дружиной, выходят на охрану общественного порядка. Особое внимание подросткам, которые, согласно краевому закону, после 10 вечера должны находиться дома. Особенно, когда мы проводим рейды согласно закону 1534, это так называемый детский закон, по статистике в среднем по городу преступность детская падает на 20-25%. Шаташ Генти в недалеком прошлом служил участковым. Сейчас он вместе со своими бывшими коллегами, но уже в качестве простого дружинника заступает на патрулирование ночного Сочи. Есть такие случаи, которые находили, они нарушали, они стали на учёты. Потом мы дают им срок на исправление, там год, проверяем их. Я лично был прикреплён, у меня было три несовершеннолетия, которые стояли на учёты. На патрулирование выходят 10 групп, в каждой из которых по 5 человек. Маршруты у всех разные, но охватывают практически весь центр Сочи. Впрочем, по словам самих стражей порядка, районы патрулирования можно было бы и увеличить. У нас есть какие-то районы города, которые охвачены постоянными маршрутами полицейских. А есть районы, которые ещё можно почаще посещать рейдовым группам. Например, микрорайон Донская. Там бы можно было нарастить количество нарядов. Такие рейдовые мероприятия проводятся постоянно. И пусть они не всегда заметны, но приносят очевидную пользу. А трудных подростков взяли на перевоспитание тренеры и педагоги. Одна из задач наставников – следить за тем, чтобы их подопечные после 22 часов больше не были предоставлены сами себе. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Спасибо. Спасибо. Спасибо.